Кто заплатит и какие суммы за испорченную картошку, этого герой нашего следующего сюжета сказать не может, но уже точно знает. Пережить эту зиму ему будет непросто. От запасов, которые хранились в его овощной яме, ничего не осталось. В середине прошлой недели десятки гаражей в районе улиц Калинина и Пугачева затопило. Что стало причиной наводнения и кто должен ответить за причиненный ущерб, выясняла наш корреспондент Елизавета Харикова. Последний визит за зимними запасами в овощную яму стал для Николая Степановича ударом. Спустившись в погреб, мужчина увидел. Все, что он выращивал летом в огороде, пропало. Три ящика картошки затопило, морковь затопило, банки затопило с огурцами, пять штук. Морковь я из воды достал, она привязала здесь на сетке, прямо к лестнице и вытащила из воды. Второй, потому что я дальше ступать не стал, потому что у меня заполнится полный сапог воды. Николай Костицын рассказывает, горячая вода в гаражах в районе улиц Калинина и Пугачева стоит уже больше пяти дней. В выходные ее уровень достиг полуметра. Но откачивать воду мужчина не стал, говорит, не видит смысла, ведь она по-прежнему пребывает. Неоднократные звонки в обслуживающей организации не подарили пенсионеру надежды. Звонил дежурному, 62-17-65, позвонил 4-й район, который обслуживает эту теплотрассу. Им позвонил, они заявили, что пока тепла не будет, не будут ничего делать, сварку, трубы ремонтировать не будут. Место, где прорвало теплотрассу, мужчина обнаружил сразу. Говорит, трубы здесь лопаются уже не в первый раз. Отсюда вода идет в сторону гаражей и затапливает погреба. Николай Костицын уверен, единственная, кто рад геотермальному источнику в центре города – утки. С момента аварии они успели облюбовать пруд с горячей водой. Однако в теплоснабжающей компании заявили – утечку скоро устранят. Был подготовлен новый участок трубы, сварен длиной 20 метров, подготовлен на замену. Но, повторюсь еще раз, из-за морозной погоды работы по монтажу этого нового участка трубопровода были приостановлены. Значит, по имеющейся на данный момент информации, работы будут проведены в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, ну и впоследствии, соответственно, проведены испытания. Тем временем, владельцам затопленных гаражей юристы советуют не молчать и требовать от коммунальщиков возмещения ущерба. И для начала нужно обратиться за разъяснениями в городскую администрацию. Необходимо в любом случае обращаться к оценщику. Специалист-эксперт пройдется по тем гаражам, которые пострадали, составит тактику осмотра и уже непосредственно оценит, придет к той сумме материального ущерба, к той сумме убытков, которую граждане понесли. Именно эта сумма и будет предметом разбирательства в суде. И лучше всего собственникам пострадавшего имущества действовать сообща, считает юрист. В этом случае шансы выиграть дело увеличиваются. Елизавета Халикова, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Давича. Субтитры создавал DimaTorzok